Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 28 декабря, пятница. В студии Татьяна Лунина. Доброе утро, дорогие друзья. Депутаты Законодательного собрания области приняли бюджет на 2019 год. Обсуждение было жарким, хотя перед вторым чтением документ досконально обсуждался на комитетах и во фракциях, сказала перед началом заседания министр финансов региона Екатерина Буцкая. Действительно, работа велась более скрупулезно. 21 ноября у нас был принят бюджет в первом чтении, утверждены основные параметры бюджета и началась работа над расходной частью бюджета. Это очень важный этап, потому что рассматривалась каждая государственная программа. Так как у нас бюджет сформирован в рамках 20 государственных программ, это 96,8% общей суммы расходов, то каждая программа рассматривалась скрупулезно, по каждой программе рассматривались целевые показатели, которые планируется достичь за счет именно этих средств. Буквально пообъектно рассматривались вопросы, как по газификации, по водоснабжению, по дорогам, то есть на какие именно объекты строительства будут направлены расходные средства. Поэтому мы сейчас уже рассмотрели поправки. 13 числа у нас состоялось заседание правительства. В срок поправки были внесены, согласно нашего закона о бюджетном процессе, до 12 декабря. И поправки одобрены на сумму 425,9 миллиона рублей. Какие это основные поправки? Это 150 миллионов непосредственно увеличиваются расходы на сельское хозяйство, увеличиваются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 242 миллиона рублей, и увеличиваются ассигнования в сумме 34 миллиона рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. То есть вот такая большая сумма, практически полмиллиарда рублей поправок, которые одобрены правительством. И я думаю, за данную таблицу поправок проголосуют депутаты. И в целом бюджет будет принят с учетом вот этих поправок. Но бюджет сохраняет свою социальную направленность. 70% это средства на социальную сферу, это расходы в человеческий капитал. Это, конечно же, основные средства образования, здравоохранения, культура, физкультура и спорт. Но кроме социальной сферы, конечно, предусмотрены средства и на реальный сектор экономики. Это порядка 17% от общей суммы расходов. Это 9,1 миллиарда рублей. И, конечно, в этой общей сумме большая часть направляется на развитие дорожного хозяйства. Это 4,8 миллиарда рублей. На программу сельского хозяйства. Это 2,5 миллиарда рублей. И, конечно же, программу жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас уже с учетом поправок вся программа полностью раздел, составляет 1,99 миллиарда рублей. И, конечно же, формирование благоприятной инвестиционной среды. Эта программа действует, так как на нее предусматриваются дополнительные федеральные средства в сумме 372 миллиона. И планируется 31 общественное пространство благоустроить в 2019 году. Ну, а в целом, мне хотелось бы сказать, что уже в принятом законе федерального бюджета, плюсом к федеральным средствам, которые предусмотрены у нас в проекте, 7,9 миллиардов рублей, нам предоставляют еще 6,7 миллиардов рублей. Это на реализацию национальных проектов. И общая сумма федеральной помощи у нас в 2019 году состоит 14,5 миллиардов. То есть, практически с большим ростом к этому году, плюсом, мы обычно 10-11 миллиардов получаем с федерального бюджета. То есть, 3-3,5 миллиарда мы получим плюсом в следующем году. Впервые за последние годы принят бездефицитный бюджет. Большая его часть направлена на социальную политику, образование, национальную экономику, здравоохранение. При подготовке документа к второму чтению были внесены изменения внутри статей расходов, пояснил первый заместитель председателя законодательного собрания Василий Гвоздев. Мы принимаем во втором чтении и даем старт уже фактически реальной работе по проведению конкурсов, по финансированию с 1 января 2019 года, всех целевых программ и в целом бюджетной сферы. Действительно, изменения прошли большие, потому что только фракции Единой Оси и совместно с фракцией ЛДПР мы внесли поправок, и они поддержаны правительством, мы сегодня будем обсуждать, почти на полмиллиарда рублей. Полмиллиарда рублей изменений коснулись самые животрепещущие сферы с точки зрения населения. Ну, к примеру, блок ЖКХ мы увеличили практически на 200 миллионов рублей именно по программе чистая вода, газификация. И для людей, проживающих в сельской местности, в определенных населенных пунктах, где эти работы начнутся и качество воды улучшится уже в 2019 году, конечно, это очень важно. Мы заложили между первым и вторым чтением начало работ в Барышепу, ремонту, капитальному строительству фактически, канализации, которые там для жителей Барыша вообще очень большая проблема. У них эти стоки крайне негативны уже в несколько лет. И ставим задачу на 20-е и 21-е года в Барыша эту проблему полностью лекализовать, соответственно, и снять. Безусловно, около 200 миллионов рублей направлены на социальную сферу, вот в этих передвижках между первым и вторым чтением. Медсанчасть УАЗ получила финансирование, больница Насурова получила финансирование, многие районные больницы получили конкретные финансирования на капитальный ремонт и закупку, соответственно, оборудования. Это все реальные изменения между первым и вторым чтением, которые отразятся на конкретных жителей и на конкретных районах. Мы получили подтверждение с федерального бюджета, здесь большую работу провел, прежде всего, Сергей Иванович Морозов, как губернатор и профильные министры по получению дополнительного финансирования по нацпроектам. Мы получили данные о 7 миллиардах рублей, которые придут в Ульяновскую область уже после фактически 1 января, и мы их уже расписали на объекты, на конкретные объекты и в здравоохранении, и в образовании, и в ЖКХ, и в дорогах, и тот же сам Мемцентр, который получил окончательное подтверждение по сумме, и сейчас планируются уже конкретные действия, чтобы уже в следующем году началось освоение и обновление нашего знакового места Мемориального центра в Ульяновской области. Все это изменение. Но, безусловно, работа над бюджетом не останавливается ни на одну секунду. Итак, бюджет области принят. Как говорил свыше, были приняты поправки на 426 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на дефицитные отрасли. По этому вопросу работа будет проводиться с федеральными кураторами на протяжении 2019 года. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России существовала всегда. Сегодня в современных социально-экономических условиях выпускники детских домов, интернатных учреждений очень уязвимы. В Уренской области реализуется комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эту тему мы сегодня будем говорить с заместителем директора по научно-методической работе детского дома «Гнездышко» Натальей Фоминых. Наталья Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Итак, Наталья Михайловна, с какими проблемами сталкиваются дети, когда они выходят из детского дома? Основные проблемы, которые возникают у детей, воспитывающихся в детских домах, это, конечно же, вопросы социализации. Ну, представьте сами, долгое время дети находились на государственном обеспечении, решали все их вопросы, проблемы, следили за их распорядком дня, и вот теперь они полностью самостоятельны. И любому ребенку, когда он перешагивает порог 18-летия, конечно же, нужно уметь и распоряжаться своими финансами, уметь грамотно организовать быт, я имею в виду, и приготовить пищу, и постирать свою одежду, сделать вовремя и правильно закупки, ну и, конечно же, получать самостоятельное образование. Ну, то есть то, что для нас это обыденное дело, да? Если мы представим ребенка, который уехал от родителей и стал жить самостоятельно в другом городе, например, в общежитии, то я думаю, что любому человеку понятно, с какими проблемами сталкиваются дети из детских домов. Только это, я думаю, что нужно на несколько порядков умножить. Вот на базе детского дома «Гнездышко» будет создан региональный ресурсный центр, который будет координировать работу по обеспечению, адаптации выпускников, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Что это за центр? Какие будут его задачи и цели? Вы правильно сказали, что в Ульянской области реализуется комплекс мер, направленный на социализацию и адаптацию детей. Это дети не только из детских домов, это дети из замещающих семей, это выпускники детских домов. И возникла необходимость в создании ресурсного центра, который бы выполнял информационно-методическую, научно-методическую помощь тем специалистам, которые работают с данными категориями детей. И еще очень важно иметь некий ресурс, я имею в виду информационно-методический банк лучших практик не только нашего региона, но и России вообще, для того, чтобы эта поддержка шла наиболее целенаправленно. Помимо этого мы понимаем, что очень важно и стимулировать сотрудников на то, чтобы они активно делились своими наработками и помогать им в профессиональном росте. Поэтому мы планируем не просто собирать банк данных и так далее, мы планируем еще и проведение профессиональных конкурсов для сотрудников, которые непосредственно работают с этими детьми. И на 2019 год наверняка уже запланированы какие-то предприятия, да? Да, конечно, комплекс мер изначально составлялся на два года, это 2018 и 2019 год. В 2018 году тоже сделано достаточно, то есть было закуплено оборудование для работы нашего ресурсного центра, если мы уже об этом стали говорить. Также закуплено оборудование для социальных гостиниц, приобретена юноармейская форма, закуплены сенсорные комнаты, приобретено оборудование для имитации деятельности многофункционального центра. Будут подготовлены специалисты-тьютеры, это тоже на том оборудовании, которое получено в 2018 году. Вот помимо тьютеров, наставников для наших воспитанников, будут проводиться предпринимательские игры, чтобы дети видели, как они еще могут развиваться в социуме. Возможно, среди наших выпускников, даже невозможно, а наверняка, есть дети, которые имеют предпринимательскую жилку, и дети из замещающих семей, я думаю, тоже поучаствуют с удовольствием в данных мероприятиях. На базе детских домов также будут созданы различные мастерские, например, мастерская парикмахерского искусства, мастерская лего, столярные мастерские. Комплекс мер ставит собой обширные задачи, и среди них включение детей в различные общественные организации. Так сложилось, что в детских домах Ульяновской области очень много юноармейцев. И уже сейчас они участвуют во всех мероприятиях. Например, наши ребята 9 мая прошли парадом на главной площади города в праздничной коробке. Еще в 2018 году была разработана региональная межведомственная модульная программа «Стартап в самостоятельную жизнь». Она предусматривает собой программное обеспечение планомерной работы с каждой категорией, на которую направлен комплекс мер. В 2019 году эта программа будет реализовываться на всей территории Ульяновской области. То есть профориентационная работа, она должна быть и с раннего возраста? Да, вы абсолютно правы, но программа гораздо шире. Она включает в себя не только профориентационную работу, она включает в себя и умение быть самостоятельным. Детей обучают готовить, детей обучают ухаживать за своей одеждой и обувью. Дети получают возможность пожить в социальных гостиницах, которые есть на базе детских домов. То есть там приближено к обыкновенной квартире, да, условия? Да, это можно назвать тренировочной квартирой, где дети живут самостоятельно, планируя свой день. Ну и, если что, взрослые всегда рядом и всегда придут на помощь. Это помогает им? Они сами как отзываются? Детям это очень большой плюс, потому что можно ребенка научить готовить. Но вот когда он все делает сам, он получает ту уверенность, которая по-другому, наверное, никак не получишь. Потому что, согласитесь, у нас только те умения, которые мы получили на практике. Наталья Михайловна, конечно, мы не можем стороной обойти такой большой светлый праздник. Как раз для детей в основном Новый год скоро. У вас для ваших детей какие мероприятия запланированы? Как будет организован каникул? Для наших детей новогодние мероприятия начались 21 декабря. Это было новогоднее карнавальное представление, подготовленное нашими воспитанниками для друзей, гостей детского дома «Гнездышко». 25 декабря наших воспитанников поздравил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Григорий Артемович Балыхин. Кстати, к вопросу о социализации новогодних праздниках. В детском доме «Гнездышко» два именных стипендиата Григория Артемовича Балыхина. Была очень теплая встреча. Григорий Артемович пришел с другими стипендиатами. Это был 21 человек. Было теплое общение, были подарки. И была непередаваемая радость встречи, которая запомнится надолго. У нас запланирован широкий спектр мероприятий на эти новогодние праздники. Наши дети будут и кататься на коньках. У них будут тематические посиделки в семьях. Они будут в библиотеку. К нам придут много гостей, которые будут поздравлять наших детей с Рождеством. Но со 2 по 9 января 20 наших воспитанников поедут в Жадовский монастырь. Побудут на природе. Там будет организован полевой казачий выход. И общение с теми людьми, которые понимают, что такое духовность. Они поймут, что такое любовь, не ждущая никакой благодарности, а искреннее человеческое чувство. Я желаю и вам, и вашим коллегам, и вашим детям, чтобы следующий Новый год принес только хорошее. Спасибо большое. Мы уверены, что так и будет. Потому что комплекс мер, о чем мы говорили, новогодние праздники – это все воплощается в жизнь, когда рядом есть друзья, когда есть единомышленники. Например, комплекс мер мы организуем совместно с Министерством образования Ульяновской области. Основной реализатор комплекса меры – это Министерство здравоохранения, семьи и социального развития. И говоря о Новом годе, ведь каждый неравнодушный человек давит частичку новогоднего волшебства другому. И я надеюсь, что эта цепочка никогда не прервется. Вы слушаете «Радио России Ульяновск», студия Татьяна Лунина. Я приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Народные дружинники помогают полиции охранять порядок на улицах. По сложившейся традиции, они будут выходить на дежурство и в новогодние выходные с 30 декабря по 9 января. А в преддверии праздника ульяновские назвали лучших народных дружинников этого года. Лучшей дружиной стала команда железнодорожного района под руководством Александра Михеева. У нас активные члены народной дружины. Мы участвуем во многих мероприятиях совместно с отделом полиции по железнодорожному району. Также дежурим на вокзале в речном порту. Это линейный отдел милиции на транспорте. Участвуем в охране общественного порядка массовых мероприятий. Это ярмарки, праздники районные, городские. Члены народной дружины участвовали в раскрытии двух преступлений. В настоящее время, например, мы участвуем в раскрытии преступлений. Это хранение избыток наркотических средств. Преступник задержан. И мы взаимодействуем с сотрудниками полиции в раскрытии этого преступления. Лучшим дружинником признан и Антон Яблоков из дружины Засвияжского района. Он более двухсот раз выходил на дежурство. Основной задачей дружинника является предупреждение, профилактика правонарушений на территории Засвияжского района. Оказываем содействие органам внутренних дел, военкомату. В плане розыска лиц, которые у нас должны привлекаться на военную службу, но, к сожалению, не приходят. Посещаем на дому лица, стоящих на учете в инспекции уголовной. Также патрулируем улицы. Я чувствую свою причастность к распричению правопорядок на территории Засвияжского района. Приятно, что мои заслуги были отмечены на столь высоком уровне. Поэтому будем стараться дальше. Победители наградили дипломами и вручили денежное поощрение. Хотя лучших из лучших выбрать было очень сложно. Потому что всех народных дружинников Ульяновской области отличает активная гражданская позиция, неравнодушие к проблемам людей. Ежегодных число пополняют сотни новых дружинников. Сейчас с нами на связи Виктор Герасимов, начальник штаба народных дружин Ульяновской области. Виктор Александрович, когда у нас это движение началось в народных дружин? Движение народных дружин началось у нас в Ульяновской области еще в 2007 году. В 2007 году губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым был внесен на рассмотрение и подписан законопроект. Это 23 закон от 1 марта 2007 года об оказании содействия органам внутренних дел. То есть создание добровольных народных дружин. В то время еще не существовал федеральный закон. И мы являлись на территории России первопроходцами. Мы первыми начали добровольство выдвигать, оказывать содействие органам внутренних дел. И вот в 2014 году, 2 апреля, вышел федеральный закон, это 44 ФЗ, об оказании содействия органам внутренних дел народными дружинами. В 2007 году в каждом районе примерно было по тысячу, ну где-то 500, где-то 600 человек добровольцев считалось, было записано. Но они не имели такой страховой базы, какой-то компенсации за свои труды. Поэтому, может быть, где-то они даже были эффективны, но, или они работали, но неэффективно. Но с 2014 года все стало на свои места. И вышел наш 147 закон Ульяновской области, который делает социальные гарантии каждому народному дружиннику. Вот в настоящее время на территории Ульяновской области создано и действует 56 народных дружин. Общим количеством 1549 человек. Это цифра плавающая, потому что некоторые выходят из народной дружины, чувствуя себя, может быть, где-то не могут они, где-то у кого-то болезни, что-то. А кто-то, наоборот, приходит. Что показывает практика? Прислушиваются люди, нарушители, к дружинникам? Как личный пример, вот я, как все-таки житель города Ульяновска, выезжаю в районы часто по деятельности народных дружин, по взаимодействию с правоохранительными органами. И сам увижу все это. Вот видно, что меньше стало и хулиганства. И молодежь уже как-то относится к народным дружинникам где-то даже не из боязни, а с уважением. Потому что завидев дружинников в повязке, ну сейчас вот город, они ходят в желтых жилетах с надписью «Народный дружинник», они уже ведут себя более дисциплинированней. На каждом мероприятии здесь, в центре города, да во всех районах, участвуют народные дружинники. И они показали себя только в случае страны. Вот недавно был такой случай, женщина почувствовала себя плохо, здесь вот у нас на бульваре Новый Венец. И увидев дружинников, она просто пригласила их к себе, те вызвали скорую, подъехала скорая. То есть люди спокойно и чувствуют защиту в народных дружинниках. Доверяют. Доверяют нашим дружинникам. Ну что, пожелаем в Новом году, чтобы еще лучше результаты были и больше у нас было народных дружинников. Да, как начальник штаба хочется членов народной дружины, а также всех наших жителей Ульяновской области, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, успехов нашим дружинникам в эти новогодние праздники. Они будут все задействованы в охране общественного порядка. Счастливым новогодних праздников, чтобы ничто не помрачило их. И поменьше нарушителей. И поменьше нарушителей. Вот если просто посмотреть, с первого, вот на праздничные мероприятия, включая рождественские, на территории Ульяновской области, вот на охрану общественного порядка, будет осуществлено 2615 выходов. Если вот в городе Ульяновске на новогодние праздники с первое по седьмое, будет 467 выходов народных дружинников. На рождественские мероприятия на всей территории области выйдут на охрану общественного порядка 624 народных дружинников. Пожелаем им удачи. Спасибо большое. И спокойного дежурства. Да, да, да. Всем счастья и спокойных дежурств. В Дворце творчества детей и молодежи прошла Ассамблея детских и молодежных академий, участниками которой стали более 150 школьников Ульяновской области. Подробности в сюжете моей коллеги Надежды Шийко. Доброе утро. Ассамблея проводится ежегодно. В этом году ее посетили слушатели 19 детских и молодежных академий в возрасте от 12 до 17 лет, а также их руководители и эксперты из разных областей знаний. Младшие школьники получили возможность поближе познакомиться с деятельностью академий, проводя эксперименты и решая логические задачи. Слушатели постарше участвовали в научных дебатах, отстаивая свою точку зрения по темам в области генной инженерии, технологической революции, искусственного интеллекта и глобального образования. Открывая встречу, директор областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Галушкина отметила, что академия сегодня – это уникальный опыт Ульяновской области. Это доступ к университетской инфраструктуре. Каждая из них позволяет школьникам развивать свои творческие способности. Например, очень интересен в этом отношении опыт Детской академии журналиста-филолога при Ульяновском государственном педагогическом университете. Мы беседуем с директором Центра по связям с общественностью вуза Еленой Сенчевой. Мы сейчас очень делаем упор на такую работу, да, вузовскую работу с детьми, профориентационную работу. У нас сегодня три девочки мы привели с наших университетских классов школьных, и они все собираются поступать на разные специальности. А все пришли к нам в Малую академию журналиста, потому что они сказали мне так, мы хотим обладеть навыками журналистики, грамотно писать тексты, уметь снимать, фотографировать, делать видео, уметь в социальных сетях правильно себя показывать. Вот этому мы их учим. То есть это дополнительные компетенции, которые очень нужны любому специалисту. Получается так, что это один из главных навыков, который сегодня именно у вас требован. Вы знаете, да, вот действительно это так. Ведь вы смотрите, какая интересная ситуация. Вот современный молодой человек и подросток, и молодой человек, он уже медийная личность. То есть благодаря современным гаджетам он постоянно присутствует в информационном пространстве. И вот он передает ей информацию. Некоторые сидят просто днями целыми в социальных сетях. Но многие это не умеют делать, и они могут себе просто навредить тем, что они неправильную информацию, хорошую, неинтересную, некорректную размещают, например, о себе в социальных сетях. А ведь социальные сети – это шикарная площадка для твоего будущего профессионального роста, например. Это портфолио твое. И вот это мы всему ребяту учим. Правильно себя позиционировать, правильно ориентироваться на свою будущую профессию и именно приобретать дополнительные компетенции. Еще так у нас вуз педагогический, а педагогам крайне важно дополнительные компетенции в творчестве, в спорте, в каком-то еще направлении. И у нас есть такие хорошие примеры, когда наши девушки, выпускницы уходили работать в школы, организовали там, например, или студию, или выпускали газету, потом побеждали на конкурсах профмастерства, педагогический дебют, и к ним просто в классы ребята рвались. Настолько было интересно вот этим заниматься, сайт создавать свой. Вот то есть такие прекрасные дополнительные навыки, которыми должен обладать сегодня любой молодой человек. Я думаю, что это еще и творчество прежде всего. Конечно, это творчество, потому что они настолько развивают себя, они учатся хорошо, красиво говорить, они учатся дизайну, они учатся правильно оформлять свои статьи, посты, заметки. Это, конечно же, творчество. Для некоторых это вторая профессия. Вот эти дополнительные навыки в малой академии, они потом перерастают где-то во вторую профессию, иногда и первую. И тоже таких примеров достаточно много. Здесь очень много представлено различных академий. Молодежная правовая академия, медицинская, медиа-академия, детская академия туризма и краеведения. Может быть, ваши ребята тоже могут какой-то опыт перенять? Несомненно, ведь общение, оно чем важно? Ты просто себя примеряешь, как ты выглядишь на фоне других, что ты можешь у них позаимствовать, а в чем ты можешь быть лучше, а в чем немножко еще отстаешь. И вот это только можно на таких форумах, вот такое общение как раз получить. И такую обратную связь от других твоих коллег по малой академии у нас сегодня достаточно много, из вузов, из колледжей. Вот поэтому, конечно, это нужно такие мероприятия, надо собирать ребят. Очень важно привозить ребят из сел. Обязательно. Это просто для них целый праздник. И это расширяет их мир и горизонт. И все-таки нечасто они выезжают в Ульяновск. И сегодня такие ребята есть, это здорово. Что бы вы пожелали всем тем, кто сегодня здесь собрался? Я бы пожелала как можно больше впитывать в себя знаний. И помимо основной какой-то программы, которую каждый проходит школьник, выбирать что-то для себя интересное, к чему лежит душа. Чтобы было хобби, чтобы было дополнительное занятие. И в дальнейшем оно очень помогало в студенческой жизни, вообще в жизни. А сейчас послушаем ценное мнение одного из слушателей академии. Меня зовут Елена Паврозюк. Мы разбираем много жизненных ситуаций, как правильно вести себя, как правильно разговаривать, как правильно давать интервью. Это, я считаю, очень сильно может пригодиться в жизни, а тем более в педагогической профессии. Для меня это в приоритете. Для меня журналистика – это средство передачи информации, достоверной информации. Ну и для меня это очень важная часть духовной культуры. Играет очень важную роль. Как это может пригодиться в дальнейшем? Я хочу стать педагогом, и в этом журналистика мне поможет, я считаю. Здесь представлены другим. Академия молодежная медиа, Академия правовая, Академия что-то заинтересовала? Меня заинтересовала Академия лидерства, потому что они проводят там много таких тренингов на раскрытие человека. Для меня это важно, также для педагогической моей деятельности, так как я буду работать детьми, и я могла бы некоторые мероприятия взять оттуда. Я бы пожелала обрести новых знакомых, много новой информации и поучаствовать активно в дебатах и насладиться этим. В чем дебаты будут заключаться? У всех разные темы. У нас стоит вопрос, что важнее для успеха человека, дополнительное образование или базовое? И что же важнее? Для меня важнее совокупность этих образований. А мне остается сказать в завершение, что детские и молодежные академии – это еще один шаг в развитии нового творческого потенциала детей и молодежи, который так необходим им для современной жизни. Новый год – удивительный и неповторимый праздник. Каждый из нас ждет, что в следующем году, в 2019-м, произойдут какие-то необычайные чудесные события, что все наши самые сокровенные мечты и желания обязательно сбудутся. И в то, что мечты сбудутся, хочется верить людям любой профессии – врачам, космонавтам, строителям, педагогам. Вот что нам сказали в канун наступающего 2019 года жители нашего города. Какие надежды и ожидания вы связываете с наступающим, новым 2019 годом? Наверное, исполнение каких-то самых-самых заветных желаний. Говорить не буду, иначе не исполнится. Я в этом вопросе суеверна. Позитива, перемен к лучшему, стабильности, ну и волшебства. Я надеюсь, что этот Новый год будет по всем критериям лучше, чем предыдущий. Будет более добрый, более светлый, принесет нам много и финансовых каких-то достижений, и успехов, и надежд новых, ну и счастья, любви. Я связываю надежды и ожидания. Я, наверное, буду бабушкой еще в очередной раз. Еще надежда на то, что все-таки наступит какая-то стабильность в нашей стране. Здоровье, работа, это должно быть в первую очередь. Чтобы все были здоровы, веселы, счастливы, и чтобы было мирное небо над головой. Ожидаю стабильности, успехов в работе, и чтобы запланированно на 2019 год все было, все получилось. Удвоение годового дохода. Скажите, а вы в волшебство верите? Верите в то, что если в 12 часов загадать желание, оно обязательно сбудется? Да, верю, честно. Мало того, что верю, всегда пишу желание на бумажечке, сжигаю ее, кладу в шампанское, выпиваю, и у меня все желания, которые я загадываю, исполняются. Да, я верю в чудеса. И не только, когда в новогодний бой курантов загадываем желание в любые чудеса, но это, конечно, что-то особенное. Я думаю, что я опять буду загадывать желание, и надеюсь, оно сбудется. Обязательно. Каждый год пишем, сжигаем, бросаем в шампанское. Проглатываем. Проглатываем. Это каждый год. И каждый год, уже какой год подряд, покупаем билет. Миллионер. Мы вешаем на елочку, в надежде ждем. Они исполняются. Мы всегда загадываем желание под Новый год. Это у нас такая семейная традиция, и они всегда сбываются в той или иной мере. Честно говоря, уже нет. Есть песня, связанная с Новым годом, с волшебством, с чем-то таким новогодним. И уносят меня, и уносят меня в летящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Наверное, самая характерная песня – это песня «Огурченко. Пять минут». Ну, а для того, чтобы поднять настроение, это дискотека «Аварь и новогодняя». Новый год к нам чится, скоро все случится. Ждать уже недолго, скоро будет елка. А мы присоединяемся ко всем добрым пожеланиям в преддверии нового 2019 года. Пусть он принесет всем нам радость, счастье и благополучие. Последний утренний эфир 2018 года подошел к концу. Мира и добра вам, дорогие друзья! Желает звукоператор Алла Крылова, звукорежиссер Светлана Дубровина и я, журналист Татьяна Лунина. До встречи в новом году! Субтитры создавал DimaTorzok